По традиции День Белорусского письменства отзначили у первые выходные веростни. У Ивановы было вельми шматлюдно. Мероприемства, присвеченные Дню Белорусского письменства, стартовали первого веростня. Але, по-соправдному, урочистая частка почалась у неделю. Менавито у Другий День Янов, якего называли ранней, перетворился у город Минулога. Под знакомитые гуки хита письменов Беловежской пушчи почалось от тысячных шестерых хоров и гостей свято. У початку колонны хоругвут с именами городов, что принимали День Письменства ранней. Самый важный момент мероприемствов – открытие памятного знака Яного Слова. Его здесь сняли министр информации Белоруссии Олесь Корлюкевич, первый наместник министра культуры Белоруссии Ирына Дрыга и старшиня Ивановского Рэвы Конкама Юрий Бесун. На головной сцене свято сглазили мастацко-театрализованную постанову «Малой Радиме Поклонюся», где перед вашим глядочев возникла историчная минулая города. Как ваше имя? Наполеон Орда, пане. Наполеон Орда? Не отшула такого имя? Я могу написать ваш портрет. Может, а ты вам мое имя и запомнится. В этот день стали вядомы именные лауреатов Головной национальной литературной премии. 59 литературы только семеро ушанованы званиной «Лепших». До речи, двое из номинантов – Иван Штейнер и Георгий Марчук – родом с Брестской области. У номинации «Лепший твор публицистыки» переможцам вызначена Зинаида Дудюк. Я думаю, что поколение, которое читаю в основном с планшетами, требует видеть, что еще и книжки пишутся, и книжки интересные. И, конечно, мы их читали. Потому что книжки про историю, про нашу страну, про все лучшее, что тут было створено, и стараются в этот час. За «Лепший твор для детей и юнатства» перемогу отримала Вольга Никольская. Я хочу выкатать всем подяку, кто так высоко оценил мой твор. И хочу подякувать теперь за все своим юным шитачам, моим батькам. Я вельми шаста заместу строкаюся у школы, у публиотеков. И с упомненностью могу говорить, что сегодняшние дети, в этих же, как и мы не были с вами, любят книги, у которых богатые и смоцные, да помогают слабым и бедным, у которых живел и саброют с людьми, и добро перемогает зло. Поэтому я уверена, что нас впереди чекает. Еще больше чудовиное будущее, спасибо молодому поколению. За «Лепший дебют» отримала в Знагороду Юлия Олейченко. Конечно, это великое признание, великий гонор и отказность в этом леку. Конечно, для меня это было очень интересно и скульптурно, и с такого пункта гляджения, потому что я еще не была в Янове до этого. И, если сказать, то, наверное, такого в зрою не может быть и первая в Знагороду. До этого я была лауреатом так самого международного конкурса молодых литераторов «Перша цвет» в 2017 году, по выникам, которого выходит «Отповедный альманах». Но, напевно, вот такая великая у Знагорода перша. На площади города развернулася соправная дуркарня 16-го Стагозя. Каждый жадающий имел махчимость ближе познакомиться с мастерством этой нелегкой, а не вельми значной справы. У шматликих палатках выробы полезных мастров на любых густ. Ведущие выдавец в Икраины представили творы белорусских классиков и сучастных авторов. Очень приятно. Сегодня очень много белорусских книг покупают. И на разные, на разный возраст. От самых маленьких и старым лад, так скажем. Очень много покупают популярных книг, которые, ну вот удивительно, что я думала, что они популярны, как бы знают их только в Минске. Но, оказывается, здесь тоже очень люди, очень знают современных авторов, современное течение в белорусской литературе, интересуются этими книгами. На лес маленьких городов мероприемства такого масштаба выпадают редко. Однако ивановцам застанется одновленный город и приемные успамины. Тысячи гостей, замежные делегации, организованные выставы, святочный концерт в зорах белорусского мастерства. Я выступала, я играла сценку, буквально, я была там внучкой. Мне понравился концерт, танцы были красивые. Ну, нормально, весело. Весело, да. Давно такого праздника у нас грандиозного не было. Вообще все идут, поздравляют друг друга. Приятно. Приятно, да, весело. Преобразился, изменился. Стал свежее. Молодеешь, что ли? Ну, весело, красиво. Весело, достаточно весело. С учетом того, что не бывают очень редко такие масштабные праздники, это очень хорошо. Тем более праздник такой познавательный, именно для детей много всего интересного, познавательной информации, очень хороший праздник. Тут весело и красиво. Все привозят сюда, интересные. Праздник у нас в первый раз перенимается. Все очень, как вам сказать, доброжелательно, благожелательно, много информации, очень хороший концерт, город благоустроен, нам очень приятно, у нас стало намного лучше, чем был. Света, что еще у нас? Все прекрасно. Все отлично, город красивый. Город преобразился, красивый стал. Много гостей приехало в наш город. Он же маленький, сейчас уже большим. Тут очень много людей, знаменитых. Вядома, что наступный день письменства уже пятый раз премьер Родиншина. Центром свята 2019 года станет старожитный город Слоним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...